Дорогие друзья, всем-всем Привет! Сегодняшний ролик начинаем, наверное, с самого узнаваемого места Беларуси. Это Брестская крепость. Мы приехали в Брест, ну и само собой посещаем эту крепость в первую очередь. Нам тут очень все было всегда интересно. Я здесь была один раз, Алексей тоже говорит, но еще только очень давно. Но вот мы вот решили приехать еще раз, все посмотреть, ну и вам показать само собой. Не знаю, давай смотреть, мы где. Вот здесь где-то вот. Вот мы здесь. Вот мы здесь? Здесь разве? Да, да. По-моему, вот здесь где-то. Вот, 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 вот. Местонахождение схемы, вот. Ну, мне это, знаешь, вот мало о чем говорить. Мне тоже. Ну, зато сразу видно, что это звездочная крепость. Ну, само собой. Ну, значит, допотопная. Людей достаточно много. Ходят экскурсии. Ну, мы сами по себе решили, что мы сами походим. Детали брать экскурсию. Погуляем, посмотрим. Руины Белого дворца. Какой же это Белый дворец, если он весь из красного кирпича? Да. Интересно. Смотри, какие камни внизу. Все интересно. Вот эти арки. Все так непонятно. Детали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, сооружение здесь, конечно, монументальное Кто их строил, для чего Мы уже этого, наверное, не узнаем никогда У реки быстрое течение какое Однако Ну, это современное А вот это вот все Это, конечно, да Конечно, то, что внутри Их, наверное, вам будет не видно Какие там сводчатые потолки Да Там стоят прожектора, но непонятно Вовнутрь наверняка не зайти Хотя там вон тоже какие-то есть переходы Не знаю, может быть, туда и проводят экскурсии Но внутрь Вот старая решетка Вот старая решетка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подошли, наверное, к самому известному месту То, что вы увидите на всех фотографиях На всех видео Вот эта часть крепости Сердце замирает Субтитры создавал DimaTorzok Я не знаю, что сказать, если честно Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну да, эта крепость явно была для обороны Субтитры создавал DimaTorzok 36 градусов, мы устали, вспотели и решили уже сюда не ходить Какое быстрое течение, прям горная река Там бурунами заворачивается все Зато сегодня пасмурно и холодно У нас из крайности в крайность получается Тогда было жарко Пять лет назад я здесь была Сегодня холодно, мы уже пожалели, что мы не взяли куртки Ну ладно, что, придется морозиться Музыка 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 Этот археологический музей Единственный в мире музей средневекового восточнославянского города В центре павильона – раскоп, занимающий площадь более тысячи квадратных метров На глубине четырех метров находится часть репетственного квартала 28 деревянных, жилых и хозяйственных построек 13 века Вот мы зашли вовнутрь И тут такая штука, ребята Вот это да Вот это интересные дела Ну это разве были дома? Я что-то в этом сомневаюсь Это какие-то клетушки Ну там вон экспозиция, сейчас пойдем посмотрим, что там вообще Музыка Музыка Я вот смотрю на это все, у меня очень много вопросов Сейчас будем смотреть, что здесь на экспозиции Мне не видно, наверное, тут так свет падает Но много Вот это типа глинобитная печь А вот это разные остатки Брусские точильные, наконечник стрелы, ключ, острию, пряслица, бусина стеклянная Бусина стеклянная 7 Это вот это вот То есть это 10-14 века Они уже стеклянные бусины делают Это лестница 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 А это типа того, как оно все было Двери 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 есть, а где они стоят, их нету Потому что, друзья, я вот смотрю во все вот это дело А где двери-то? Нету дверей-то нигде Как они туда попадали? Нету дверей-то нигде Ключи, я вообще. Это, как оно все, типа, было, да? Ну, типа, да. То есть, вот так вот. Мы так думаем. Мы так думаем, что оно все было вот так. Печечка, кровати, конечно, ай-яй-яй, все отсвечивает сквозь стекло, и так вот покушать тут, и в общем-то и все. Ни шкафчика, ни где приготовить, покушать, ну, вот на печечке, да, наверное? В. В печечке, то есть нигде посуду хранить всякую разную, на полочке. Ну, это все, на полочке, да, тут две тарелочки? Да. Угу. Спали прям так, без постельного белья, без матрасов, без подушек. А, легли и все, да? То есть нам хотят сказать, что вот так все было. Двери, вот тут дверь есть, а в тех домах нет. Да, ну, на карачках заползали. Ну, прям на карачках. Вань, конечно, низко приходилось. Нет, ну, что вот нам хотят сказать. То есть вот человек зашел, поел и спать лег. Проснулся, вышел. Все. Интернета не было тогда? Ну, интернета не было, да. Тут ведь ничего было. В общем, у них ни вещей никаких, ни одежды, ничего не было. Так, что ли, получается? Вот, будто будут они в таких вот домиках жили. Кстати, может быть, он не очень ясно. Да. Дальше. Так. О, так же. Да. Дальше. Ну, на самом деле. Непонятые. А. там сзади нас идет все знающий молодой человек и он говорит что этот домик это уменьшенная копия в два раза то есть на самом деле все было два раза больше ребят извините я в этого не верю от вообще от слова совсем все это дело все что угодно но это не жилые дома абсолютно мы не знаем что это такое было то что это рассказывают это по-моему бред вот фотографии этих раскопок крючек какой же его замочек ну и с ней не стало честно погрелись музеи идем дальше гулять по крепости на улице прохладно в музей там тепло ладно мощь конечно через экран не передается наверное нужно здесь быть быть и чувствовать эту атмосферу и вот здесь тоже типа развалины закупанная все 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 закупано и закон селена ой по газону пошла стоило впечатляющее ну вечный огонь само собой почему не факт уже брестской крепости я думаю его не гасят как в некоторых городах города героя перечислены а вы знаете что с обратной стороны этого памятника барельеф оказывается я и не знала если честно так вот почему-то ту сторону всегда показывают везде а это нет но по крайней мере я не видела и конечно же нельзя пройти мимо гордого и величественного свидетеля войн и исторических перемен свято-николаевского гарнизонного собора в июне 1941 года вместе с героическими защитниками крепости гарнизонный собор мужественно отбивал атаки немецко-фашистских войск он видел кровь и страдания погибающих защитников цитадели одна из надписей оставшихся внутри храма сохранила подвиг советского солдата нас было трое москвичей иванов степанчиков жунтяев которые обороняли эту церковь и мы дали клятву умрем но не уйдем отсюда июль 1941 ну что друзья наша прогулка по брестской крепости закончена мы всю ее обходить не стали потому что времени у нас достаточно мало мы в брест приехали только на один день вечером уедем обратно поэтому мы хотим еще погулять по городу посмотреть городную вам соответственно его показать вот ну на этом первая часть нашего видео заканчивается кому интересно дальше прогресс подписывайтесь следите за нашими обновлениями а я пока с вами прощаюсь до новых встреч а Субтитры создавал DimaTorzok